Друзья, мы начинаем нашу трансляцию. Сегодня мы с вами поговорим про писателей и про их взаимодействие с Нобелевской премией, поскольку у нас в последнее время стал актуален разговор про Нобелевскую премию, поскольку именно в октябре происходит присуждение. Прежде чем приступить к разговору о писателях, давайте немножко поговорим о самой Нобелевской премии и о том, когда и впервые она была запущена, и, соответственно, с чем она у нас была связана. Значит, наверняка вы понимаете, что премия имени Нобеля или по-другому Нобелевская премия каким-то образом связана с самим Нобелем. Действительно, у нас с вами был такой гениальный физик, изобретатель, потому что к числу патентов, которые получил Альфред Нобель, относится порядка 300 патентов. И у Альфреда Нобеля среди его изобретений, ему принадлежит, например, изобретение огромного количества взрывчатых веществ, в том числе динамит, например, был создан Нобелем. Там Нобель при этом был по жизни пацифистом, и его создание оружия, создание взрывчатых веществ носило на себе определенную концепцию, которую он, в общем-то, прорабатывал в голове. Так же, как изобретатель, например, пулемета Гатлинга, был такой пулемет, который обрадал особой скорострельностью, изобретатель Гатлинг и Нобель считали, что если получится изобрести оружие, смертность которого будет превышать всевозможные разумные человеческие мерки, то есть это оружие будет настолько глобальным, что у других стран не будет необходимости вступать в войну, потому что они будут понимать разрушительную силу данного действия, то тогда во всем мире воцарится мир. То есть вот такая концепция пацифизма, но через изобретение оружия, она была присуща Нобелю. И в 1888 году, когда Нобелю уже было 55 лет, случилась следующая ситуация. Нобеля как бы похоронили заживо, что имеется в виду? В газетах появилась публикация о том, что Альфред Нобель скончался, и данные публикации в газетах появились под заголовками «Торговец смерти умер», «Смерть человека, принесшего смерть в мир» и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда прошли эти публикации, Нобель понял, что все-таки его изобретение воспринимается миром как нечто разрушительное, и что его концепцию пацифизма через изобретение оружия мир не принял. И для того, чтобы оставить в памяти потомков, он задумался о том, каким он останется в памяти потомков. Для того, чтобы оставить в памяти потомков историю, связанную именно с его изобретением и с его определенным направлением именно в деятельности в области мира, вот тогда, соответственно, он и создает, благодаря своему завещанию в 1895 году составленному, он создает премию, по которой, согласно его последней воле, после его смерти, его состояния, а у него было достаточно крупное состояние, на тот момент это было в районе миллиона франков, шведских франков, или шведских уронов. В общем, в районе миллиона, сумма достаточно крупная, сейчас она сравнивается приблизительно по нынешним меркам, это где-то 120-130 миллионов долларов, и он завещает свое состояние на организации премий. При этом он назначает, он говорит о том, что премия в любом случае должна выдаваться тем людям, которые работают на благо человечества, поэтому он назначает четыре основные номинации. Это физика и химия, как науки, которые могут привести человечество к расцвету, но только те области, которые способствуют созданию лучших условий для человечества, ни в коем случае не военной разработки. Медицина, здесь все понятно. Литература, потому что, по мнению Нобеля, именно она способна создавать человеку, его внутреннее сознание. И отдельный комплекс, который называется премия мира, который выдается до сих пор, лауреаты получают за те лауреаты, которые делают наибольшее действие в политике или где-либо в мире, благодаря которым у нас с вами увеличивается количество мирных ситуаций. Вот Нобель создает такую премию имени Нобеля, появляется комитет, все комитеты у нас с вами располагаются в Швеции, и есть четыре комиссии, каждая из которых по каждой из номинаций определяет каждый год, с 1901 года определяет нам Нобелевского лауреата. Помимо почета, славы и, в общем-то, медали и диплома Нобелевского лауреата, вы понимаете, насколько это почетно, потому что все об этом этого человека запоминают на всю жизнь, и быть по Нобелевскому лауреатам крайне почетно. Помимо почетности, это еще и влечет за собой получение достаточно крупной суммы денег, порядка миллиона долларов по нынешним меркам. То есть за последние 20 лет премия колеблется где-то от миллиона 100 тысяч до миллиона 300 тысяч, в зависимости от курса доллара. Ежегодно, соответственно, присуждается данная премия лауреату по номинации. Однако в истории Нобелевской премии существуют моменты, которые связаны с русскими писателями, с классиками, о которых я сегодня хотел бы рассказать, как об уникальных случаях. Хотя, конечно, обо всех Нобелевской лауреатах сегодня поговорить мы не сможем в рамках нашей небольшой встречи на Достоевском ТБ. Но уверен, что если вам эта тема будет интересна, то вы сами поинтересуетесь. Первое, про кого я хотел бы поговорить, это Лев Николаевич Толстой. Дело в том, что Лева Николаевич Толстого выдвигают на Нобелевскую премию практически сразу с ее основания. То есть Лев Николаевич выдан в 902 году, 903 году, 904 году, 905 году. Что такое выдвижение? Есть определенный список номинантов, который общеизвестен. То есть кого выдвигают на получение Нобелевской премии. Он может быть достаточно крупным. Существуют определенные организации и определенные люди, которые могут подавать участников в Нобелевскую премию. Дальше из этого большого списка формируется некий шорт-лист, то есть как бы короткий список, который в себя включает не более чем определенное количество фамилий и имен. И уже из этого короткого листа, например, это может быть три человека, как это было во время присуждения Нобелевской премии Бунину. Вместе с ним соревновались, если я не ошибаюсь, Мережковский и Горький в один год. Выбирали из них троих. И вот этот уже шорт-лист, из него уже делается выбор. И во втором, третьем, четвертом году Толстой выдвигался, но, в общем-то, по его имеющимся определенным информациям его выдвинуть не должны были на Нобелевскую премию. А вот в шестом году вполне вероятно, что он бы получил Нобелевскую премию. И вот когда подходит вопрос обсуждения его кандидатуры уже в этом шорт-листе, когда до него доходят сведения, что обсуждают его и еще одного писателя, в данном случае это был Хардуччи, итальянский поэт. Толстой пишет своему товарищу, своему переводчику, финскому писателю, Армиту Ернефельд, он пишет, нужно постараться сделать так, чтобы мне не присуждали премии. Ибо если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться. Понимаете, Толстой в свои последние годы, и здесь тоже это важно проговорить, он проповедует теорию отказа от материальных ценностей мира. И основная концепция, конечно, Толстого и его направление толстовства связана с тем, что противление злу не насильнее. И Толстой считает, что все, что может приводить к насилию, даже к мыслям о том, что зависть, какие-то еще моменты, все это рождает определенные конфликты, которые ухудшают ситуацию в мире. И он каждым своим действием пытается сделать так, чтобы в мире было меньше насилия. Поэтому он понимает, что если ему присудят Нобелевскую премию, то и зависть будет, и много-многое другое. И в этой ситуации он понимает, что если он откажется там, а он бы в любом случае отказался, потому что он просто не мог бы принять эту премию по его внутренним соображениям. Потому что он понимает, что эти денежные средства он не готов принимать, даже если он потратит на благотворительность, то все равно эта благотворительность, которая по-толстому, она не очень правильная. Он опасается шумихи, которые будут вокруг благотворительность. Все же будут смотреть, на что он пустил деньги, будут обсуждать. И родится огромное количество зависти и конфликтов. И Толстой отказывается изначально. То есть говорит о том, чтобы ему не пришлось отказываться публично на присуждение Нобелевской премии. Он изначально просит исключить его из этого шорт-листа. Ну и, собственно говоря, что и было сделано. И сам Толстой позже писал, что это избавило меня от большего затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло. А во-вторых, это доставляло мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых. Обратите внимание, что несмотря на то, что Лев Николаевич Толстой пытается соответствовать своей теории, но при этом все равно двойственность такая в нем наблюдается. С одной стороны, он отказывается по чисто моральным соображениям, а с другой стороны, ему где-то глубоко приятно, что его отказ породил к нему интерес и уважение со стороны людей, которых он сам уважает. Поэтому вот история с Левом Николаевичем Толстом 1906 года, она, в общем-то, связана как раз с тем, что он первым отказался от этой премии. В 1933 году все-таки русский писатель получает Нобелевскую премию, и им становится Иван Алексеевич Бунин. Нужно понимать, что с 1920-х годов Бунин находится в эмиграции, Бунин проживает в Париже, во Франции, эмигрирует он из-за гражданской войны, он не может находиться в России на тот период, и, соответственно, проживает в Париже, перебивается работой в журналах, в изданиях, и, в общем-то, как и многие эмигранты, находятся весьма с трудным положением. Однако Бунин, на самом деле, он двигался на премию неоднократно, начиная, если я не ошибаюсь, с 1926 года, и, в общем-то, для него эта премия была важна, но важна именно как признание его как писателя, потому что он творит за рубежом, его знают, но все-таки говорят больше немножко про других. Например, была такая история, связанная с тем, что при нем начали хвалить Марселя Пруста, и Бунин сказал, что он Пруста не читал, на что его спросили, почему же он не читал Марселя Пруста, величайшего писателя современности. На это Бунин просто обиделся и ушел из комнаты, потому что, как писатель, он предполагал, что он, в общем-то, является одним из великих, как минимум, писателей современности, и он был удивлен, что не его называют, а Марселя Пруста. Так вот, собственно говоря, Бунин, получив премию, несмотря на его затруднительное положение, он направляет практически всю эту сумму на поддержку писателя, оказавшихся в эмиграции, русских писателей, оказавшихся в эмиграции. И в этом отношении, конечно, его вклад и в развитие литературы за рубежом и его признание за рубежом шведским комитетом Нобеля, конечно, играет огромную роль, поэтому я очень вам рекомендую почитать Бунина, если вы еще это не делали или делали когда-то в школе, или еще не делали это в школе, то в любом случае стоит почитать. Считается, что Бунину присудили премию за жизнь Арсеньева, это большой роман. Вы знаете, что у Бунина есть различные рассказы, которые можно открыть и погружиться вот в это вот чувство стиля, как говорит один мой знакомый, каждый абзац Бунина можно обмысливать, обдумывать целую неделю. Это просто как такая вот, как такая особая категория. Ну и еще один писатель, русский писатель Борис Пастернак в 1958 году ему назначают Нобелевскую премию за его роман «Доктор Живаго». Но вся проблема в том, что доктор Живаго оказался в Советском Союзе непризнанной книгой, считали, что это антисоветская книга, и поэтому моментально после объявления результатов Нобелевской премии, после того, как его последили в Пастернаку, на него обрушивается травля. Его травят очень сильно, его травят его коллеги-писатели, его травят в газетах, его травят власть, вплоть до того, что его возлюбленную Ольгу увольняют с работы, она остается без средств к существованию, и Пастернак за неделю сдается и пишет письмо Нобелевскому комитету о том, что он не может принять Нобелевскую премию по причинам, которые от него не зависят, к сожалению. А в ЦК КПСС он пишет письмо с просьбой восстановить Ольгу, потому что он отказывается от премии и не планирует ее в дальнейшем получать. И у него есть замечательное стихотворение, которое передает его ощущения, я бы хотел его почитать. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мной шум погони мне наружу ходу нет, темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно, будь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно, что же делал я за пакость, я убийца и злодей, я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Ну и так, «Почти у гроба, верю я, придет пора, в силу подлости и злобы одолеет дух добра». Вот эта вера в то, что даже подлость, даже злоба одолеет дух добра, она, конечно, у Бориса Пастернака осталась, но этот период получения Нобелевской премии и дальнейшую травму он, к сожалению, пережил очень тяжело, поэтому в 60-м году, к сожалению, Борис Пастернак скончался, и Россия потеряла еще одно великого писателя и поэта. Чтобы понимали значение Пастернака в мире, я могу привести только такой факт, например, один из таких фактов, что когда Квентин Тарантино, знаменитый американский режиссер, который наверняка вам известен, посетил Россию, первое, куда он попросил его свозить, это была могила Бориса Пастернака в Переделкино и вообще дом-музей Бориса Пастернака в Переделкино это место, которое точно стоит посетить, потому что, как говорят многие, Борис Пастернак живет не на кладбище, а именно в доме-музее Пастернака, поэтому я вам очень рекомендую в какой-нибудь воскресный субботний день съездить в дом-музей Бориса Пастернака и послушать, походить по тем местам, по которым ходил свой великий человек. На этом мы сегодняшнюю нашу перетачу заканчиваем. Надеюсь, у вас появился интерес и к тем писателям, о которых мы обсудили, и к самому присутствию Нобелевской премии. Я уверен, что этот интерес вы сможете реализовать в дальнейшем самостоятельно, используя тех порталы, которые вы получили.